Четвертые сутки жители села Новокабаново находятся в нервном напряжении из-за лебедя, отбившегося от стаи. Переживать есть о чем. Молодая птица, занесенная в Красную книгу, буквально гибнет на глазах. Местные жители собственными силами пытались спасти умирающего Пернатова, но ничего не получилось. В воскресенье здесь лед был кругом, везде белое все было. Мы лед долбили, но лед долбить это же силы надо. Потом мы решили сетью, вот отсюда пошли, сеть натянули, сетью прижали к берегу, хотели было уже поймать. Сеть за эту коряку зацепилась, голубь через эту перешагнул леску и ушел. А мы потом уже не стали. Ну это было часа 3-4, наверное, мы за ним гонялись. И все. И после этого, как бы, дожди пошли. В понедельник дождь был, сегодня опять вот никого нет. Жители говорят, что лебеди очень любят это озеро и гнездятся тут каждый год. Но в этот раз, видимо, молодой лебедь повредил крыло и не смог лететь с остальными. Люди готовы приютить птицу на зиму, главное спасти лебедя, пока он не погиб. Дышка замерзнет, просто может это собаке загрызть или, как говорится, скулы могут помреть. Вот, надо помочь, вот, как-нибудь. Можем мы сами забирать, вот, я вот здесь живу. Желаю еще много, просто могут умереть из тоски. Я вот думаю, может, Карманово, там вода теплая, не мерзнет. Может, туда их отвезти, может, там действительно уже выживать. Но сперва ветеринаров надо показать, посмотреть надо, еще при сене. Сельчане пробовали обращаться в различные службы, чтобы помочь одинокой птице. Но кроме инспектора, минокологии и природопользования никто не откликнулся. Данной должности скоро 4 года работаю уже, но на моей практике первый случай. Первый случай. Бывает, лебеди до поздна задерживаются, на льдах садятся, улетают. Сейчас надо проверить, он поврежден или не поврежден, я прямо так не могу сказать. Достать трудно будет, МЧС позвонил, они обещали подъехать, сейчас подъедет. Может, достанем, проверим. Но дождаться службы спасения из города Агидель так и не удалось. Инспектору сказали, что это не их территория, а сигнал переадресован в Краснокамский район. Тем временем, пока люди решают, кто должен заниматься спасением, лебедь предпринимает тщетные попытки взлететь. Инспектор заверил, что он не оставит ситуацию. Мы тоже будем следить за этой историей и надеемся, что службы спасения все-таки оставят территориальные разбирательства и спасут от гибели птицу, занесенную в Красную книгу. Марина Медвинская, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».